Дмитрий Рогозин призывает завод имени Дегтярёва начать выпуск медицинского оборудования. 26 августа зампред правительства страны посетил Ковров, чтобы поздравить дегтярёвцев со столетием завода, а всех остальных ковровчан с Днём города. Федерального чиновника вместе с губернатором Владимирской области встретили песней. Мы вам низкий поклон принесли. Выступая в Доме культуры имени Дегтярёва Дмитрий Рогозин, который курирует оборонно-промышленный комплекс России, отметил, что несмотря на не совсем мирное время, к 2018 году страна закроет потребность армии и флота в оружии и его комплектующих, которые раньше поставляли из Украины, из Запада. И что политику импортозамещения необходимо проводить не только в сфере оборонки. Например, сегодня страна закупает за рубежом очень много медицинского оборудования, что выливается в сотни миллиардов долларов в год. Эти средства должны оставаться в России, уверен Рогозин. Я прошу руководства предприятия, коллектив задуматься над тем, что вы сможете в условии, когда будут снижаться объёмы военного производства, что вы готовы взять на себя в плане импортозамещения, с тем, чтобы насыдить российский рынок, дать нашим больницам, поликлиникам сверхнадёжный медицинский инструмент и медицинское оборудование. Давайте сделаем так, чтобы ковровцы, дегтярёвцы взяли на себя лидерство в этом процессе, в рамках всей оборудования. А я обещаю вам сделать всё, чтобы заказ не уходил за рубеж, а шёл на ваш залог. Дмитрий Рогозин уверяет, что предприятие оборонной промышленности вполне может производить такое сложное медицинское оборудование, как МРТ, компьютерные томографы, рентгеновские аппараты и прочее. Глава Владимирской области Светлана Орлова идею зампреда поддержала и добавила, что также хочет наладить в регионе производство высокопроходимой техники. Этот вопрос она намерена решить через Министерство МЧС и Министерство природных ресурсов. Локализацию мы можем сделать под 90%. Поэтому, Дмитрий Олегович, мы не просто берём на себя обязательства, я сама буду заниматься с этими двумя министерствами, мы можем дозагрузить наши предприятия, и они сделают не просто технику, а высокоточную технику. Помимо всего прочего, Светлана Орлова отметила позитивные изменения в городе в плане развития спортивной отрасли и пообещала отремонтировать стадион-мотодром. Это заявление ковровчане также приняли аплодисментами. Карина Романова, Дмитрий Шаталов, Губернии 33.